31-летний Макшанец не сразу понял, что дозвонившаяся на его мобильных незнакомка преследует лишь корыстные цели. Женщина представилась сотрудницей банка и сообщила, что на него оформлен зеркальный счёт, с которого срочно нужно снять деньги и перевести их в другой банк. Мужчина, недолго думая, отправился в ближайшее отделение. Там ему пояснили, что заявка не актуальна. Однако 500-тысячный кредит всё-таки был оформлен, а после переведён мошенникам. «Мне нужно было снять с карты деньги и положить через другой банкомат на номера счетов. Я всю эту операцию произвёл под разговором с этой сотрудницей». На следующий день потерпевшему позвонили снова и попросили оформить ещё один кредит, чтобы погасить предыдущий. Мужчина согласился и на это. «Оформил я ещё в одном банке кредит. Только банк был закрытый, и они оформили без меня онлайн. Начал осознавать, что это как кофёру, получается, как под влиянием гипноза». Всего за два дня мошенникам было переведено более 900 тысяч рублей. Когда мужчина понял, что его обманули, он обратился в полицию. Сейчас принимаются меры по установлению лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления. «У МВД России по Пенинской области напоминает. Опасно доверять незнакомцам. При общении с неизвестным человеком, кем бы он не был и кем бы не представлялся, необходимо быть бдительным. Проверяйте любую информацию, поступившую от незнакомых лиц. Ни в коем случае не перечисляйте деньги на неизвестные телефонные номера и банковские карты. Это мошенники». При малейших сомнениях обращайтесь в полицию.